У нас несколько аспектов в этой истории, но первое, вот, я не знаю, напоминает ваше отравление. Расследование не было доведено до конца, я понимаю, но были намеки, что это могли быть службы России. Ну, на самом деле, это вопрос сложный, и особенно, я понимаю, проблемы украинского следствия, когда каждый фигурант, который был залучен к выполнению этого порядка, начиная от тех, кто подавал, кто на кухне-вотварице делал, диоксиновые, они больше 10 лет не в Украине. До их, как и випадку по отруянню ядерному Литвиненко, правосуддя не достанет. И тому, звісно, без звинувачених, их явки, их допитов, важно локализовать следствия. И поэтому проведены все аналізы, лабораториями света, те эксперименты, которые можно было сделать, чтобы приблизить ответ на это вопрос, все проведено. Но если за столом следствия не сидит тот, кто выполнил злочинный наказ, то это важно вести вопрос, и не только в Украинской прокуратуре. Это первое. Другое, из того, что звучит сейчас, мне кажется, даже не те оценки важливые, а до уваги. Мы, возможно, впервые на руках имеем самое высокое судовое решение про звинувачение лидера Росии и его режима в имоверном убийстве человека. Мне подводится это до декольких висновок. Прежде всего, Путин и его режим остерегаются, а, если точнее говорить, боятся двоих вещей. Это реакция общества, это то, что быстрее ниже этот режим, або реакция света. И первое, и второе формулируется непросто, очевидно. Но это заключение суду, которое сформулировано сейчас, повторю, когда лидер страны извинувачивается в терроризме, в ядерном терроризме, мне кажется, очень важно иметь и украинский контекст визначения этого злочина. Потому что то, что происходит у нас на Сходе, где мы загубили уже больше 10 тысяч лучших хлопцев и девушек, это терроризм. То, что происходит в Осетии или Абхазии, это российский терроризм. То, что происходит в Приднестрове или в Нагорном Карабасе, это терроризм. Политика, вернее, Россия, как государство, как политический режим, это джерело терроризма. Я знаю, что эти визначения очень сложны для украинских глядачей, а, возможно, и для многих других государств. Но я думаю, что этот прецедент нас приводит к тому, что, что больше боится влада России. Международной реакции. Я уверен, что россияне будут с каждым днем все тверезей и тверезей смотреться на политику России. Я уверен, что Путин делает очень плохую послугу России. Он творит бездарную политику. Но для того, чтобы понять эту бездарность света и украинцам, возможно, понадобилось не три года, не пять лет, а целых десять. Мне кажется, что такой контекст, контекст небезпечности российской политики, надважный для нашего понимания. И поэтому, собственно говоря, у света не требует запитывать, по кому звонит звон. Політичный режим России – это загроза для света. Сегодня в Европе семь конфликтов. Шесть из них на сходе Европы. Нагирный Карабах, Певденная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым и Донбас. В каждом из этих конфликтов Россия выступает как сторона агрессии. Поэтому то, что происходит у нас на сходе, это не вопрос отношений украинца с украинцем. Это проблема, которая не имеет вимяру внутринационального конфликта. Безусловно, это конфликт геополитический. И поэтому, чтобы его регулировать, нам нужно шукать не Минск, а геополитичные механизмы и инструменты. Вот на этом это стоит подчеркнуть. Если...